Здравствуйте! Вы смотрите программу «В движении». Поэзия – это универсальный язык, который говорит о человечности и рассказывает о культурном многообразии. Благодаря силе слова и чувства поэзия объединяет людей, способствует общечеловеческому диалогу и созиданию мира. Сегодня у нас в гостях заслуженный деятель культуры России, поэт, писатель, автор более 50 книг и 200 песен Елена Федорова. Елена, здравствуйте! Здравствуйте! Очень приятно быть здесь у вас на телеканале «Русский мир». Мне всегда нравится сюда приходить. Здесь необыкновенная атмосфера дружелюбия и созидания. Спасибо! Ну что же, хочется начать наш разговор, конечно, посвященный вашему творчеству, вашему жизненному пути, который совместил в себе и журналистику, и поэзию, и актерское мастерство, и что самое интересное — небо. Мне известно, что целых 13 лет своей жизни вы посвятили работе бортпроводником на международных рейсах и облетели весь мир. Так ли это на самом деле? Расскажите. И, конечно же, о грядущих событиях, о ваших новых книгах и моментах, которыми вы сами хотите поделиться со зрителями, со слушателями. Спасибо большое. Да, на самом деле я облетела весь мир, Северный и Южный полюс только. Кстати, за Полярным кругом я была. Это Лангиер, куда мы прилетали, очень необыкновенное место. И, ну вот, да, практически везде. Все произведения, которые я пишу, они, наверное, можно их объединить словами «вселенская поэзия». Поэзия — вселенский космос, непостижимый, многогранный. Поэзия — дыхание ветра и шепот, еле слышный, странный. Поэзия — гроза и ливень, цунами, взрыв, землетрясение. Поэзия — поток сознания, рождение, смерть и воскресенье. Я пишу и прозу, и поэзию, как вы уже сказали, и сказки, новеллы. И я являюсь проводником божественной силы, наверное, божественной энергии, потому что я не придумываю сюжеты, я их слышу. Я слышу, и я их записываю. И мои герои позволяют мне быть рядом с собой и записывать то, что они хотят сейчас сказать. Порой мои герои говорят стихами, от прозы переходят к стихам, и это нормально. Я это воспринимаю легко и с радостью. И, соответственно, рождаются такие стихи-миниатюры, я бы сказала, как вот «Привет, какая встреча». Да, это новая книга, она вышла 9 февраля 2022 года. И так «Привет, какая встреча, как все же тесен мир. Я посылал послание тебе в прямой эфир. Я знал, ты все услышишь, и сразу все поймешь. И будет дождь осенний, на музыку похож. В саду нескучном снова послышатся шаги. И я тебя увижу, коснусь твоей руки и скажу, какая встреча, какой парад планет. Привет, моя хорошая. Привет, привет, привет. Привет. Стихи у меня разные, так же, как и Проса. Это стихи и о любви, стихи философские, стихи духовные и стихи патриотические, потому что мы сейчас в такое время живем, когда мы не можем оставаться равнодушными ко всему, что происходит в мире. И когда я писала стихи к 70-летию Победы, к 75-летию Победы, стихи патриотические, и сейчас это все настолько актуально, и оно настолько пробирает до слез, до мурашек, что как будто мы проникаем в ту атмосферу, через которую прошли наши предки. Настолько все остро. Остро, да, да, да. Сегодня нам всем нужны мужество, доблесть и честь. У нашей великой страны жестоких врагов не с честь стремятся разрушить мир, любовь и веру убить. Великий Божий народ в рабов хотят превратить. Вот только забыли враги о силе Божьих детей. В единстве, плечом к плечу, стоят на границе своей. Никто не солжет, не предаст, никто не отступит назад. С нами Небесный Отец. За нами Россия, брат. Как в годы Второй мировой Родина-мать зовет. Мы русский, великий народ. Враг ни за что не пройдет. Россию не одолеть, Россию не победить. Великий Божий народ в рабов нельзя превратить. Мужество, честь и любовь солдат защищают в боях. Кто меч свой занес над страной, тот будет повержен в прах. Пока вокруг горит земля, нам нужно выстоять, не сдаться. Мы в рукопашный бой пойдем, чтоб силой вражеской сражаться. Все ближе к нашим рубежам войны жестокие раскаты. Пора, целую, твой солдат. Мне выжить очень-очень надо. Мы расстаемся надолго, не знаю. Мы расстаемся, родная, прощай, не грусти. Я буду храбро за Родину биться. Вери, надейся, с победой. Домой меня жди. Я буду верить и ждать тебя буду. И на окошко поставлю цветок. Пусть защищает тебя, дорогой мой, Божьей и нашей любви огонек. Мальчишки надели военную форму, поцеловали подружек своих. Сразу, в мгновенье, одно повзрослели. Мужчины не плачут. Здесь нет и не будет таких. И вы, дорогие девчонки, не плачьте. Споем и станцуем мы с вами не раз. Пора попрощаться. По ранам в дорогу уже прозвучал по вагонам строгий приказ. Россию не одолеть, Россию не победить. Великий Божий народ в рабов нельзя превратить. Мужество, честь и любовь солдат защищают в боях. Кто меч свой занес над страной, тот будет повержен. В прах. Да, сложно что-то сказать после таких слов. Вам большое спасибо и низкий поклон за то, что вы пишете. Пишите о том, что происходит сегодня. Потому что многие авторы дают себе время на то, чтобы переосмыслить. И как-то пережить с этими мыслями. Но вы здесь и сейчас, и вы здесь и сейчас пишете то, что в ваших силах. То, что вы видите и переживаете сердцем. И это самое трепетное и главное, что может сделать настоящий поэт. И поэтому за вашу смелость, за ваше неравнодушие. За то, что вы говорите так, как говорит ваше сердце. И в ваших словах чувствуется любовь и высокая поэзия, с которой все началось. Ваша биография, все так переплетено. И вот эти метафоры высокой поэзии, они мне не уходят у меня из головы. Потому что на самом деле все это является уже вами. И вот эта вселенская поэзия. Все, что вы... Происходит. Да, да. Эти метаморфозы, которые действительно как проводник вы выбираете и передаете. Кстати, еще очень... Эти стихи звучали уже не на одном концерте. И люди просто даже вставали на этих стихах. Потому что потом у нас после этих строк идет песня «Белые лебеди». Там припев такой. «Белыми птицами в небо взлетают души погибших детей. Белые птицы оберегают скорбящих отцов, матерей. Белые лебеди – символ свободы, символ великой любви. Детей берегите, детей защитите. Земля утопает в крови». То есть мы говорим обо всем, вот как вы сказали, здесь и сейчас. И это нужно, важно. И мы слышим все эти голоса. И очень хорошо, что мы соединяемся, объединяемся. Мы поддерживаем друг друга и дарим друг другу любовь. Потому что любовь – начало всех начал. Любовь спасет от зла. Поверьте. Примите Божью любовь. Одежды истины примерьте. А истина в том, что нам не нужна война. Нам нужен мир. Нам нужно созидание. Мы должны любить друг друга. И мы должны понять, что мы частички друг друга. И если мы будем вместе, то мир будет необыкновенным и прекрасным. И дети будут играть, смеяться, радоваться. И мы будем читать им сказки. Необыкновенные сказки о каких-то фантастических мирах. И они поверят, что эти миры существуют. Они ведь существуют. Эти миры фантастические. И вы, ваше творчество тому доказательству. Вот я держу три книги. Это как раз ваши сказки, которые были изданы не так давно. Кстати, да, это 2020-2021 годы. И как вам удается совмещать разнообразие жанров? Потому что у вас и сказки, и сценарии, и романы. Причем есть даже романы в стихах. Да. И все это параллельно с поэтическим таким мастерством. Потрясающе. Не совсем все. Не совсем все. Кстати, у вас вот книга здесь, да? Айлита, девушка-птица. Когда-то все умели летать. Но утратили этот дар. Хотя не все. Значит, кто-то все-таки может летать. И вот девочка, которая здесь рассказывается об аэлите, о девочке, которая обладает даром особым. Но именно за такими необычными детьми охотится для того, чтобы использовать этот дар в корыстных целях, в своих целях. И вот мама аэлиты, ей приходится ценой собственной жизни спасти аэлиту, чтобы она все-таки сбежала из этого королевства, где пытаются уничтожить свободу и крылатых людей. Так что вот опять же о крылатости нашей. Мы все умеем летать. И мы все можем этим пользоваться своими крыльями. Просто хотим ли мы расправить крылья и взлететь над сиюминутностью? Очень глубоко. Ваши сказки и для взрослых, и для детей. Да, да. Потому что, знаете, вот такой случай был. Я часто встречаюсь с детьми. Я устраиваю творческие вечера. И на одном из вечеров у меня продаются обычные книги. И девочки, мои приятельницы, которые продают эти книги, они говорят, подходит ребенок, положил руку на книгу и говорит, мама, купи мне эту книгу. Я хочу, потому что она теплая. Какая она теплая? Она холодная. Она теплая, внутри нее тепло. И ребенок просидел вот так вот весь спектакль, вот так сидел и смотрел на сцену с этой книгой, вот так держа в руках. То есть это показатель. Ребенок, который еще не умеет читать, он просто... Он чувствует. Он почувствовал ту энергетику, которая находится в этом произведении. А это все нам дал Всевышний, который говорит. Говорите добрые слова, поделитесь радостью с другими. И растает на окошках иней, ярче станет небо синева. Говорите добрые слова друг другу и всем вокруг. Улыбайтесь чаще. Улыбайтесь, люди, улыбайтесь. Даже если дождь с утра идет, если снег и ветер, улыбайтесь. Ни к чему зависеть от невзгод, ни к чему печалиться и злиться. Лучше радость получить взамен. Если дует ветер, это значит, наступает время перемен. Время света, счастья и улыбок. Время добрых дел и добрых слов. Облака рассеются. И скоро в сердце утренней звездой взойдет любовь. И мы опять переходим к любви, которая начало всех начал. Любовь, связующая звено в каждом из нас. Любовь дает нам жизнь, дает нам дыхание, дает нам все. Я очень хотела спросить про ваш творческий вечер, который недавно прошел. Он был посвящен столетию гражданской авиации, которую вся страна будет праздновать. 9 февраля 23 года. Либо это как-то спонтанно, то есть вы планируете эти творческие вечера, или это незапланированное счастье? Нет, конечно. В преддверии столетия аэрофлота мы начинаем уже цикл вечеров, концертов, праздников, где мы говорим о замечательных летчиках, о заслуженных пилотах России, которые ставили на крыло самолеты, которые осваивали новую технику, открывали новые границы, потому что, допустим, когда вышел самолет Ил-62 на трассы и полетели в Монреаль, представляли самолет это в 1967 году на Экспо-67, иностранные товарищи были удивлены, что вообще русские такое могут. Когда тот же Валерий Чкалов пролетел по маршруту Москва-Мурманск-Северный полюс, он летел на Северный полюс и обратно, то есть это тоже уже было что-то необыкновенное. И потом современные наши лайнеры, которые стали летать по всему миру, и когда мы прилетали в какую-то страну, и к нам подходили, как вот, у вас же, говорит, там в лаптях ходят медведи, то есть не понимали, что мы русские, и мы можем говорить на разных языках. Однажды я читаю информацию на венгерском языке, там, фиделем, фиделем, кедвич, ута, шоинг, заходит человек и говорит, где у вас венгерка? Я говорю, какая. А кто сейчас читал информацию? Говорю, я. Я что-то не так сделала, не так прочитала. Вы прочитали, как будто вы венгерка. Я говорю, ну да, я и есть. Ну, то есть вот мы читали информацию на разных языках, на польском, на болгарском, на чешском, на югославском, английский, немецкий — это само собой, и так далее. То есть мы к людям, в страну, в которую мы летели, мы к ним, мы показывали им свое уважение. Вы сейчас вскрыли вот такие глубины профессии бортпроводника. Насколько это сложно? То есть это физически сложно, и насколько это требует информационных знаний, когда нужно быть осведомленным, знать языки, культуру, традиции. Вообще вот когда вы находили время, потому что физически это сложный перелет, и вы еще умудрялись изучать языки. Интернета не было, чтобы к людям все узнать. Интернет, да. У нас были книги, поэтому, наверное, вот с таким трепетом я и к своему творчеству отношусь, и вообще к книгам, которые есть. И с радостью хожу в библиотеки, читаю. Если у меня что-то нет, я иду в библиотеку, в историческую библиотеку, потому что у меня исторические романы есть. И, конечно, когда я их пишу, я исторические факты проверяю, не для того, чтобы быть голословной. Вот у меня книга «Нурек плюс Рагун равняется вечность». Кстати, ее презентация будет 19 ноября в доме Гоголя, в доме музея Гоголя. И там о строительстве Нурекской ГЭС, о том, как в 1961 году началось строительство этой Нурекской ГЭС. Это единственная в мире, она до сих пор остается самой высокой насыпной плотиной, построенной в Советском Союзе и не только в Союзе, в мире. 300 метров именно насыпная, я повторяюсь, потому что есть плотины, которые бетонные, наливные плотины, а это именно насыпная из камней. И даже люди, которые сейчас приезжают туда на Нурекскую плотину, они говорят, да она всегда была, эта река Вахш создала эту плотину. Нет, она была построена в Советском Союзе. Елена, вам дальнейших творческих успехов. Вы человек-космос, который несет этот космос, себе дарит нам. И хочется пожелать всем зрителям любить, наполняться вот такой созидательной энергией, читать хорошие стихи, сказки, романы и погружаться в настоящую русскую литературу. С вами была программа «В движении». Оставайтесь с нами. До новых встреч! Продолжение следует...